Девушки отдыхают Хорошо, все, иду, сейчас встречу вас Здравствуйте Здравствуйте Можно пройти? Да Все Миленько у вас Да, у нас здесь хорошо Это, кстати, наша игровая площадка Обычно мы с детишками каждое утро здесь играем Кстати, я любитель баскетбола, я когда-то играл какое-то время Отлично, добро пожаловать Это, кстати, семейное древо Это сделали наши детишки Правда? О, какие у вас талантливые детишки Да, у нас очень талантливые дети Они умеют играть на портопиано, знают английский язык И вообще очень талантливые Ух ты Круто, круто, круто Ну, кто же у нас тут? Здравствуйте, ребята Здравствуйте А сегодня к нам пришел очень необычный гость Из далекой-далекой страны Где обитают крокодилы, бегемоты и даже львы Давайте-ка дружно похлопаем в ладоши и поприветствуем его Айко! Эй, привет, привет, привет Дай пять Дай пятюню Хорошо, молодец Привет, привет Дай пятюню Дай пятюню Хорошо Дай пять Пять Хорошо Итак, у кого есть ко мне какие вопросы? А откуда вы знаете русский? Ну, я уже живу здесь долгое время и учусь в институте. А вы умеете колдовать? А, к сожалению, нет. Это в театральном не учат. Так что вот. А что вы изучаете? Мы изучаем английский, читаем разные книжки и слушаем интересные истории. А вы уже в раннем возрасте знаете английский? Да! Серьезно? Молодцы, молодцы. А как вам в Ташкенте? Ну, если честно, Гатеприиный город и солнечный. Почти как в Африке, только без туземцев. Почти. А я слышала, что в Африке есть людоеды. Это правда? Ну, в Африке много людей. Разных людей. И много опасностей. И да, иногда бывает очень и очень страшно. А расскажите нам какую-нибудь страшную историю. Страшную историю? Хм. Хорошо. Есть одна у меня такая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Зуфикар! Не хочу вас отвлекать от глядения в потолок, но... Что мы будем делать дальше? Ах... Но все-таки... Все-таки... Ну, так что делаем? Мы расслабимся! Все самое сложное позади! Да ладно! А вдруг из мат видел наши лица? Я не хочу мотать с ним пожизненное! Не паникуй! Серьезно! Расслабься! Он не из болтливых! А вот журналюга, которого он спас... А вот с журналюгой могут возникнуть проблемы! И как же быть? Мы его убили! В стиле Альберта! Хм! Ну, знаешь, напялям страшные маски, как в ужастиках! Короче, подставим нашего любимого Альберта! Хм! И шиты-крыты! Разве это так просто? Мы же не можем просто! Эх... Я... Тебе рассказывал, как получил вот этот ожог? Нет! Ну, слушай! Мои родители задолжали Фатхулло много денег! Они взяли кредит на открытие бизнеса! И не смогли расплатиться! Закапали проценты! Ну да! Это знакомая история! Фатхулло и его тогдашний Лизаблюд отобрали у них бизнес! И сожгли их дом! Соболезную! Родители не смогли выбраться! Замок заело! А я... Был на улице! Вышел тайком покурить! Чтобы папа не заметил! Угу! Я дергал! И дергал ручку двери! Пока она не раскалилась! И не прожгла мне ладонь! Угу! До сих пор помню запах паленого мяса! Хм! С тех пор я мясо не ем! Кошмар! Просто кошмар! Да нет! Это даже забавно! А что до забавного? Мои родители продавали новейшие замки! А свои старые никак не меняли! Хм! Стоп! Деревные замки? Погодите-ка! Да-да! Ты все правильно понял! Раньше это змеиное гнездо было нашим семейным бизнесом! Того Лизаблюда звали Шамиль! А теперь и он, и Фатхулло гниют в могилах! А я... Я единственный законный наследник! И этот магазин по праву считается моим! А... Мне тут местечко найдется? Только если не будешь в подвале снимать с NAV видео! Вот так вот! История, конечно, занимательная! Но мистический элемент в ней явно лишний! В смысле? Во что поверить легче? В потусторонний мир? Оживающих покойников? Гоблинов? Демонов? Призраков? Ну и прочую сверхъестественную чушь! Или галлюцинаций? Психические расстройства? Состояние аффекта? Давай пробежимся по фактам! Шамиль! Из ревности убил свою жену! Факт? Факт! Позволь, я тебе расскажу свою версию! Мне кажется, что Шамиля забрало не привидение, а чувство вины за совершенный поступок! Бессонница! Невыплаченные долги! Постоянный страх быть пойманным! Неудивительно, что в конце концов он вышиб себе мозги! А что касается этого эспонзера, он постоянно думал об этой виоле, и тут он натыкается на красный чемодан! Звонок Влада убедил его С Виолой что-то случилось Добитый потерей Виолы И сфандер Просто утопился Но Влад его видел Алло, у него была травма головы А когда он ее получил Ему могло все что угодно привидеться Глюки Тем более он не сохранил ни сестру, ни друга, знаешь В такие минуты некие внутренние голоса могут обрести форму А мы разговариваем с ними, даже не понимая, что общаемся сами с собой Ну как в бойцовском клубе По-моему, в этом больше смысла, чем в выходцах из загробного мира Ну да Влад и сам мог завалить Исмаила Освободился, отобрал оружие, шмальнул в него Исмаил мог быть ранен Мог пытаться уползти И где-то скопытился Влад очнулся, никого не застал Травмированный, но наделенный сильнейшей волей к жизни Влад смог избавиться от большей части преследователей Перестрелял их под мостом Остальные перебили друг друга Это свойственно негодяям Быть негодяями По-моему, логично Братишка, слушай Все эти истории о призраках Это просто чушь Суеверие 21 век на дворе А то, что воображаемая нечисть иногда пролезает в реальность Это естественно Без фантазий Без кошмаров Жизнь была бы скучнее Не так ли, Донни Йорк? Ну скажи, что я не прав А если все-таки решишься написать об этом статью Обещаю Она появится в журнале Я лично Пущу ее в номер Слово тебе даю По рукам? Да Спасибо вам, Акималеке Да не за что Береги себя Некоторые люди Никогда не вылезут из болота В который сами же себя и загнали Нельзя залезь печь крематория И не обжечься За любопытство приходится платить Нельзя залезать Нельзя залезать Нельзя залезать А tiver Ах Нельзя залезать Ничего личного Только бизнес Всегда мечтал это сказать Я знал, что ты сможешь выбраться. Ну, из всего этого. Ощущение такое, что я еще глубже туда влез. Ты был человеком, который продавал чемоданы. А теперь ты человек, который разобрался с бандой психопатов. Разбогател и нокаутировал босса мафии. Не очень-то скромное достижение. Да, да, кстати, да. Ну, правда, моя жизнь теперь никогда не будет прежней. Так и радуйся. Начни все с чистого листа. Да, это, конечно, банально звучит, но у нас с Виолой этого не получилось. А знаешь, я буду рад, если ты встретишь меня. Если ты меня встретишь в аэропорту Сеула... Не, с меня хватит. Прошлое и так висит на тебе мертвым грузом. Так что я с удовольствием сниму с тебя 70 килограмм мышц. Ты? Ну, не льсти себя, а. Ты максимум весишь 65 килограмм. И то не факт. Молодой человек? Да. Вы не узнаете меня? Нет. Мы же к вам с невестой приходили за чемоданом. Мы хотели купить красный. А ваш друг продал нам синий. А-а-а. Да, да. А вы что, улетаете? Да вот, улетаю. А где ваша... Невеста? Расстались. Она слишком капризная. Но жизнь-то продолжается, верно? Да. Жизнь продолжается. Может, пойдем? Прошу. Давно не встречал рассвет. Айко, айко, айко. Знаешь, ты уже восьмой, с кем я завожу сегодня этот разговор. И первый, кто дослушает его, будучи живым. Зачем? Зачем ты меня похитил? Мы же даже не знакомы, чувак. Хм. Что не мешает мне потом убить себя? Ну, ты же сказал, что не хочешь меня убивать. Такого я точно не говорил. Тогда... Тогда зачем тянуть? Сделай это! Не ворзей. О, смело. Видимо, не зря я предпочел дать тебе шанс выжить. Что от меня требуется? Сущий пустяк. Убежать? Бежать? Ха-ха-ха. Но... Да. Стоп, я не понимаю. Все так просто. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Меня зовут Баидыла. Меня зовут Чайханатча. Ха-ха. Как вы приехали? Я приехал в Катхуле. Я приехал в Катхуле. Катхуле. Ты кто? Ты не работаешь? Меня зовут Ширмух. Мен получился. Мен solemn из кем cured. Фарыжден. Фарыжден. Я не знаю, что вы думаете, что я не могу. Я не могу. Я не могу. Какое? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Если вы не могу, я не могу. Я не могу. Если вы не хотите, я вам покинь. Я чувствую, что я не могу. Я чувствую, что я не могу. Если вы не работаете, я буду отзываться. Если вы не уйдете, я буду отзываться. Маль, я развяжу тебя и ты. Побежишь, куда глаза глядят. Есть лишь маленький нюанс. Какой? Через некоторое время за тобой начнется погоня. Какая? Какая еще погоня? Ну, люди вроде меня. Конечно, не такие красавчики, но тем не менее... Да что не так со всеми вами? Скажем так, я перерожденное зло, городская легенда. Но... Почему именно я? Почему я? Хм... Ну, видишь ли, представители твоей расы отличаются хорошими физическими данными. Это точно. Ты быстрый, атлетичный, и у тебя есть врожденная способность к выживанию. Понятно. Можешь не продолжать. И ты играл в баскетбол, значит... А, дыхалка развитая. Ну... Откуда ты знаешь про баскетбол? О, Динара полезнейший человек. Кто, по-твоему, делает эти маски? Хм... Что, не понял, о ком я? Наша общая знакомая из детского сада. Нет. Значит, меня туда позвали не для того, чтобы рассказывать истории детишкам. Посмотри на это с положительной стороны. Будет, что рассказать дома. В Нигерии никого не удивить жестокостью. Да. О милосердии. И ты говоришь о милосердии? Хочешь, верь. Хочешь, нет. Но твоего предшественника, корейца, я отпустил. Хотя мог добраться до него даже в самолете. Хм... А что мне мешает обратиться к властям, а? Страховка. Я вколю тебе несмертельную дозу яда. Несмертельную на ранних порах. Но спустя 24 часа ты захлебнешься собственной кровью. Значит, если я проживу 24 часа, то ты мне дашь антидот. И мои преследователи отстанут. Просто не дай себя убить. Не дай себя поймать. Не дай себя уничтожить. 20 охотников хотят заполучить твою голову. Я тоже. Примешь вызов, будет шанс на спасение. Откажешься? И я снесу тебе башку прямо сейчас. Мм? Ну что? Готов принять наши условия? На твоем месте я согласился бы, черныш. Кали свою отраву. Олл Плей – твой проводник в мир кино. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Элитные дверные аксессуары королевского уровня. Магазин Арчи. Замки на самый изысканный вкус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok